Ребят, всем здорова! В общем, сегодня очередной раз выбрались к себе в сад и опять-таки насобирали немножко вешенок. Хочу поделиться с вами способами, как их можно, эти грибы, сохранить на зиму. Значит, первый способ это, понятное дело, консервация. Вот так вот выглядит. Я взял пару баночек показать вам для примера. Это вот вчера закатывал. Вот, рецепт на канале есть. Второй способ, это понятно. Вот, тоже достал с морозилки измельчить это все дело и вот так вот нарезать сразу. Я нарезаю такими пакетами порциона, чтобы потом удобно можно было достать, разморозить и спокойно со сметаной пожарить нечего делать. Ну, не у всех есть место в морозилке, не у всех есть погриба, чтобы хранить. И третий способ, самый простой, самый обычный и самый классный, как мне нравится, это сушеный гриб. Я очень люблю сушеные грибы в супе, прям очень в любых проявлениях, любых видах, скажем так. И вот вешенка, особенно дикая, у нее превосходный вкус. Это не сравнить с купленными тепличными вешенками. Это все-таки дикий гриб и обладает своим вкусом, скажем так. Сейчас мы аккуратненько все это будем разделывать и будем помещать в сушилку. Сушилка также есть обзор у меня на канале. Самая обычная сушилка для рыбы, для фруктов, овощей и также грибов. И сейчас аккуратненько разделаем. Я покажу, как это делаю я. Разделываю эти грибы, да, чтобы посушить. И вы можете делать, в принципе, пользоваться моим способом. В общем, сейчас все покажу. Так, взял вот такую миску большую, досточку ножек и будем наши грибочки аккуратно разделывать. Никаким образом мы их не будем мыть. То есть я буду аккуратно стараться каждый грибочек вот таким вот образом срезать. И примерно там напополам, наверное, смотрите сами. Кто какой кусочек любит потом есть в супе. Либо можно делать обалденные горшочки. Вместо мяса вложить сушеные грибы. Получается очень-очень вкусно. Вот таким образом разделываем каждый грибочек. По крайней мере так делаю я. И советую делать так. Вот таким образом. Все. И потом грибочек на порционные кусочки. Вот таким вот образом. И все это дело будем сушить. В общем, сейчас все порежу. Потом покажу сушилку, в которой я буду сушить. Вот, ребята, где грибочки поменьше вот такие вот. Я их не режу. Я их просто вам беру и по одной штучкой вот так разделываю. А дальше, смотря что вы будете готовить, их можно и сухими спокойно порезать или размочить и порезать. То есть поэтому лучше делать вот так. А в супе это будет красивый отдельный грибочек. Вот таким вот образом. Ребята, вот такое количество грибочек у меня получилось. Сейчас пойдем это все разложим в сушилку. Сушить я буду, грубо говоря, у меня есть котельная, да. Там твердотопливный котел. И я вот одним повешу, чтобы оно там спокойно сушилось. Вы выбирайте у себя сухое теплое место и они спокойно будут сушиться. И хочу вам показать вот уже высушенная вешенка. Я ее нашел на пне. То есть вот так оно будет выглядеть. Вот такая вешенка. Уже абсолютно сухая, вы видите, ломается. И дальше уже применяйте по своему усмотрению. Ну, сейчас пойдем все это дело разложим в сушилку. Ну что, ребята, вот так выглядит моя сушилка. Все уже уложил. Сейчас отнесу в котельню. Видите, какая классная сушилка, сколько ярусов, кучу всего можно здесь сушить. Вот так вот поближе. И все. Все это дело отправляем. Потом сложим это все в тряпчаный мешочек. Все, ребята, такое видео. Кому было полезно, тогда, пожалуйста, вопросы, как обычно, в комментариях. Все, ребята, всем счастливо и пока. Продолжение следует...